Добрый день, коллеги пчеловоды! Как раньше было клише телевизионщиков по многочисленным просьбам телезрителей, я решил показать весь процесс вживую, в этапке воска, как я это делаю. При всех его достоинствах и недостатках, для меня больше в нем достоинств, чем недостатков, потому что он технологичный, при этом способе можно добыть максимальное количество воска, а это деньги, как ни крути. И еще меня мучила одна проблема, потому что некоторые коллеги высказали недоверие, что можно с рамки добыть 185 грамм воска. И я мучился этой проблемой, потому что думал, а вдруг ошибся. Значит, поэтому я, как в прошлом году, взял ровно 35 граммок. Сейчас вместе с вами я их перетоплю, а потом взвесим. И посмотрим результат. Я ошибся, значит, объявлю, что я ошибся. Ну, давайте смотреть. Значит, четырехведерную кастрюлю я наливаю где-то примерно два ведра воды, до половины. Теперь берем рамки, которые, кстати, весной пчелы осушили, без никакого напада, без ничего. И вот таким вот образом, во-первых, что проволока сохраняется, проволока не ржавейка, поэтому, если она где-то попустилась, ее можно подтянуть и повторно использовать, не надо натягивать лишний раз. Это один момент. И второй момент – это сами рамки дезинфицируются, потому что вода кипит, дезинфекция рамок происходит хорошая. Недостаток, емкость маленькая. Плохо, что нет возможности засунуть полностью всю рамку в кипящую воду. Ну вот и вторая сторона готова. Значит, вот рамочка получилась вот таким вот. Вот такая вот. Проволока целая, чистенькая. Ее ножиком пока горячий воск шкребануть. И все. Она готова к повторному употреблению. Все. Вот получился результат. Буквально пару минут. И результат есть. Так же само берем и вторую рамку. Вставляем. И происходит же шпановый процесс этой рамки. Топление. Главное, что они без меда. Быстро тают. Влезло в кастрюлю 20 рамок. Значит, 5 минут оно еще прокипело. Теперь, что мы дальше будем делать. Мы будем эту мерву вот в такое сито. Сито это можно использовать. Я всегда задорно во вспоминаю, как он юморил по поводу женских колготок. Которые у нас народ применяет для всех случаев. Вот в частности, женские колготки. Значит, мерву сюда выкладываю. И под пресс. Пресс. Давно я где-то его увидел в старой книжке. Значит, и сделал. Первоначально хотел делать винтовой пресс. Но обратил внимание, что винтовой пресс нужно греть. Поэтому, только потому, что тогда выход воска будет хороший, большой. Значит, дерево тепло отбирает медленно. Значит, и давим мы его горячим. Мерва практически в руки невозможно взять потом, после отжима. Давление на мерву, ну, наверное, если меня 80 килограмм через рычаг, ну, килограмм 120, наверное, есть. Давит на этот шарик с мервой. Смотрим процесс, потому, что некоторые коллеги просили меня показать, как это все действует, оно работает как. Потому, что увидеть просто картинку одно дело, а посмотреть, как работает, это уже другое дело. Да, кстати, в размерах. 80 длина, 40 ширина, до отверстия 22 сантиметра. Вот эти вот два треугольника брусочка полтора, отверстие 80, боковые бруски на 40. Ну, высота, высота, в зависимости от емкости, можно выше, можно ниже сделать, вот так вот, и оно упало. Можно выше, можно ниже, в зависимости от емкости, которую вы будете подставлять. Ну, и, соответственно, надо уклон делать, чтобы лучше воск сбегал в это отверстие. Так, приступаем к священно действию. Закладываем шумовкой мерву. Пробовал после отжима, мерву разваривал по новой, чтобы убедиться, сколько там воска остается. Ну, должен сказать, после остывания тоненькая-тоненькая пленочка, осталось воска и все. Больше там воска нету. Кречатки я не одел, а зря. Так, ложим этот шарик под этот, под пресс и простое действие, становимся ножками. И он побежал. еще один момент, что мы его прижали в одном положении, а теперь вот таким вот образом постучали и поджали, а теперь давим снова. и снова бежит вода с воском. Так, ну вот мы выдавили это дело. мирова горячая, в руку без перчаток не возьмешь. так, воск. Это с тряпки упал. значит, рассыпается коконы, то воск, если вы видите воск, это он упал вот отсюда. здесь в мирове воска нету. И если вы обратите внимание, кокон от кокончика отстает, потому что воск у нас идет между коконами. поэтому должны хорошенько разваривать, чтобы коконы отделились дружка от дружки и высвободили воск, который там находится. Поэтому вот коконы находятся по отдельности, то есть выдавили практически все. ну и рамки, если вы обратили внимание, то проволока целая, рамки чистые, провощенные, продезинфицированные. Ну все, закончил я перетопку 35 рамок мирова. Вот она на пыльце уловители. В прошлом году штук 30 наверное мы купили за мирову. Ну а этот сейчас я немножко его растоплю, чтобы он принял однородную форму. Ну и будем ждать, покуда он застынет, потом взвесим. Так, пока я прохлаждался два дня на пасеке, наш воск остыл, воду слил, значит, немножко его почистил и давайте доберемся до истины. Так, сколько же все-таки воска с 35 рамок. Значит, немножко не товарный вид, но ничего страшного, я думаю. Главное истина в нашем деле. так, взвешиваем. Так, смотрим. 6 килограмм 650 грамм. Так, теперь считаем, какой тоже будет результат. Калькулятор возьмем. возьмем калькулятор. 6 килограмм 600 650 грамм разделить на 35 равняется 190 грамм. Ура, товарищи! Но истина дороже. Я был прав. Я не ошибся. И теперь могу с уверенностью сказать, что давно забытое изобретение наших дедов, которое называется, почему-то я не знаю, лисица, работает даже лучше, наверное, некоторых прессов. Потому что давит с рамки 190 грамм воска. и посчитайте, если пчеловоды некоторые добывают с рамки 130-140 грамм воска, то сколько они теряют на каждой рамке. вот такая вот истина. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я буду заканчивать.